Ну что, у нас есть некое такое ограниченное время, я хотел бы сразу, как говорится, с корабля на бал, чтобы мы начали говорить. Сергей Васильевич уже объявил, загодя название о том, о чем я буду проповедовать сегодня. И поэтому откроем сразу местописание, которое говорит как раз-таки следующий призыв. Послание римлянам, 12 глава, 11 стих. Послание римлянам, 12 глава, 11 стих. Говорит очень важную истину. Наверняка, что у вас есть новый завет с собой, по крайней мере, у большинства. Сказано следующее. В ущерде не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. У вас так же или это только мой узбекский перевод? Так же, хорошо. Знаете, когда мы читаем это местописание, оно очень интересно. Не тем лишь, что хорошие какие-то такие напутствия, повеления, или же даже сказать заповеди такие новозаветные, предписания, но и тем, что они как-то по смыслу связаны одно с другим. Потому что, когда мы говорим, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Духом пламенейте стоит как бы в центре всего. Я после заметил, даже так получилось, что и 11 стих находится в центре всей 12 главы. Туда до него 10 стихов, после него 10. Я убежден, что Павел так не планировал, потому что разбиение на стихи было гораздо позже, чем Павел писал, и вообще, чем писался Новый Завет или Ветхий Завет. Но, по крайней мере, так уж вышло и хорошо вышло. Символично вышло. Потому как, как можно не ослабеть в усердии, если не пламенеть духом? Вот если человек не пламенеет духом, он не может быть постоянно усердным. Он будет усердным некоторое время, а потом он будет сдавать свои позиции, он будет слабеть. Почему? Ну, так как машина, которая ехала, двигатель работал, и в один момент просто этот двигатель перестал работать, ну, заглох, горючее кончилось. Ну, а машина по инерции еще едет, может быть, на хорошей скорости, а может быть, даже ускоряется, если вниз катится, как у некоторых бывает, даже ускорение происходит. Но потом, рано или поздно, она становится в усердии, не ослабевайте. Это можно только в одном случае иметь, когда мы духом пламенеем. Хоть пол-аминь можно услышать. Аллилуйя. Господу служите. И опять же, можно ли служить Господу не пламенее духом? Можно. В принципе, можно все. Но как служить Богу без Божьего огня? Это же служение будет, знаете ли, формальное, по крайней мере. Помните, как Иисус говорил о фарисеях? Они устами своими чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Это служение, оно будет не просто формальным. Рано или поздно мы не будем иметь в себе силы служить, потому что у нас утратится мотив. Ведь мы не можем служить из-за корысти. Мы не можем служить из-за каких-либо привилегий. Потому как служение Господу, это всегда сопряжено с определенной ценой. Если разве оно не такое, когда мы просто полностью идем на компромисс, живем для себя. Но когда мы отстаиваем истину, когда мы служим, то мы всегда служим и платим за это цену. Это что-то стоит нам сил, времени, энергии. Нас осуждают, над нами смеются, показывают пальцем, говорят, ну ты святоша. Ну ты что, не пьешь? Ну ты что, не куришь? Что ты не признаешь это и то? Ну ты вообще фанатик. Ты монах в красных штанах. Просто ты, ну, сектант и все. И это цена определенная. И человек не может выдержать долго вот это сопротивление, если у него нету внутри вот этого огня. Поэтому мне кажется, что вот это предписание или же повеление, пламенеть и духом, оно является достаточно важным для христианской жизни. Более того, когда мы смотрим в Писание, мы начинаем видеть, что в принципе вот эти два слова, пламенеть и духом, они очень много и часто связываются. Потому как дух Божий во многих местах, по крайней мере, символически изображается, как огонь. Или же огонь Божий увязывается с Божьим присутствием. Ну помните, к примеру, в Ветхом Завете не раз говорится о жертвах. И там, где Господь действует, приходил Божий огонь, пожирал жертву. Ильям помолился, и огонь пришел, и пожирал жертву. Деяния апостолов читаем во второй главе, когда они были все, помните, вы читали же, да? Все были единодушно вместе. И вдруг сделался шум, как бы от сильного несущегося ветра. И почили на них языки, как бы какие? Как бы огненные, почили на них. И Библия говорит, и исполнились все Духа Святого. Вдруг что-то произошло в их жизни. Когда вдруг приходит Дух Божий в жизнь человека, он перестает быть тем же самым. Он меняется. Если мы смотрим на учеников до вот этого дня Пятидесятницы и после, это, ну, можно сказать, разные люди. Не значит, что они в этот момент уверовали. Они уверовали раньше. Они пошли за Христом раньше. Но посмотрите, когда они исключительно своей силой шли, сколько было у них слабых, слабостей, проявлений их человеческих каких-то особенностей. Они спорили друг с другом, выясняли отношения, кто из нас больше. Читали вы это или нет? В мыслях у них было, кто там сядет по правую сторону или по левую. Маму подговорили даже. Мама там ходатайствовала, договаривалась, использовали связи какие-то. Они хотели огонь с неба свести на поселок, который их не принял. Они детям запрещали приходить ко Христу. Уже Иисусу идти скоро на страдания. А у них, ну, покажи нам Отца и довольна с нас. Иисус говорит, я Отец одно, я столько с вами, ты не видел меня, не знаешь меня, Филипп. И потом он начинает говорить, и апостол говорит, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Вот теперь мы веруем, что от Бога исшел. Три года прошло. Иисус говорит, теперь веруете? Представьте, три года ходит, и теперь веруете? Столько всего! Иисус говорит им потом, послушайте, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Они спят. И у них вообще была привычка Иисус молиться, а не спать. Писание рассказывает нам дальше, что когда Иисус пошел на страдания, они, в принципе, сделали то, о чем Христос предупреждал их. Он говорил, вы все рассеетесь, как овцы. Петр говорит, нет, все, ну не я. А ты вообще, петух, два раза пропоет, ты три раза отречешься от меня. И мы смотрим на Новый Завет, и мы видим эти мужи Божьи, рыбаки галилейские, которые веровали, вдруг действительно рассеялись, как овцы. Один так усомнился, что даже когда Христос воскрес, когда Он уже всем явился, Он все равно говорил, не поверю, пока пальцы не вложу в ладонь его, не поверю. Петр отрекся от Христа. Да, мы видим, Иуда предал Его. Смотрим на этих учеников, они заперлись в комнате, хотя Иисус долго говорил, не надлежит пострадать и умереть, и на третий день воскреснуть. Но они оказались не готовы. Воскресший Иисус идет с двумя учениками, они говорят, а мы-то думали, это Христос. Христу говорят, а Он воскресший идет с ними. И Он слушает это и говорит, слушайте, и начал от пророков и Моисея разъяснять, что так надлежало пострадать Христу и умереть, и воскреснуть. Они сидят, идут, и глаза у них удержаны, они закрыты, они не понимают, что это Христос. А ученики так плотно заперлись в этой комнате, что Христу бесполезно было стучаться через двери. Ему прошлось пройти, а Он знал, что они не откроют. Он зашел сквозь двери, дважды сказал, мир вам. Одного, я думаю, недостаточно было, они бы не поняли. В таком трансе они, думаю, были. Знаете, когда что-то случается, ты смотришь, ааа, и Он говорит, мир вам. Потом понимает, что они до сих пор ошарашенно смотрят на Него и говорит второй раз им, мир вам. Это ученики. Они такие своеобразные, мягко сказано, по полной сомнений, полной всяких предрассудков после трех лет хождения с лучшим учителем. Но когда приходит Дух Святой, что-то меняется с ними. Вдруг эти самые запуганные и, скажем так, сомневающиеся ученики, они исполняются силой и смелости. Они вываливают на улицу, открывают двери и начинают громко возвещать о великих делах Господних. Так что некоторые даже думают, что их дерзновение схоже с дерзостью. Да и более того, они пьяны. И Петр начинает свою проповедь с апологетики. Они не пьяны, как вы думаете? Ибо сейчас не то время. Он бы сегодня сказал, магазины еще закрыты сегодня, утро еще. Но это то, что было сказано пророкам Иоилем. Последние дни за людухом и от Духа Моего на всякую плоть. И мы видим, что когда Дух Божий сходит на них, они тогда другие. Петр смело проповедует. И три тысячи человек приходят и говорят, что нам делать, мужи, братья, чтобы спастись? И они спасаются. Мы видим, все меняется в их жизни. Поэтому в Писании, когда мы говорим по поводу огня Духа Святого, это напрямую связано с нашей жизнью. Это преображает человеческое естество. Мы находим в Писании много других примеров. К примеру, когда мы читали Нагорную проповедь. Вы читали кто-либо Нагорную проповедь? Там написано в Нагорной проповеди, вы свет мира. И дальше сказано, «И не может укрыться город, стоящий на вершине горы, и свечу зажегшей не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Казалось бы, Писание говорит по поводу дел, что вот так люди, видя ваши добрые дела, но извините, но наши добрые дела – это следствие наших изменений. И в Висяном 2 глава говорит о том, что вы благодатью спасены, и это не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. И дальше сказано, что вы, Божие творения, созданы на добрые дела. Читали вы это или нет? Так что добрые дела – это следствие того, что мы спасены. Спасены не от дел, но дела идут за спасением. Поэтому, когда мы говорим по поводу света в Нагорной проповеди, что «да свете, свет ваш перед людьми», это не наш человеческий свет, это не наше естество, нам нечем светить. Ну вы же были в мире многие, да, уверовали, пришли к Господу. Ну чем вы светили? Мы не имеем ничего такого, чем можем удивить этот мир сами по себе. Все, о чем говорится в Писании, исходит от Божьего света. А это не диодовый фонарик. Это не тело светлячка, которое светится. Или, знаете ли, фосфоритные такие были, фосфорные орлы. У нас дома у моей бабушки стоял фосфорный орел в 70-е годы. Я не знаю, у кого-нибудь были такой орел такой фосфорный или что-нибудь еще. Меня всегда это пугало. Я ночью просыпаюсь, и орел такой вот светится. А к утру он меньше уже светился, потому что он весь свет отдавал. Вот где сказано про город, город не светится. А как же сказано про город? А знаете, город в действительности светится, но не сам по себе. Я как-то в степи заблудился с моими друзьями, и были облака, и не видна была медведица. И думаю, как мы выберемся? А они говорят, не боись, выберемся. Ну, такие, знаете ли, степные охотники. Я говорю, как? Они говорят, да смотри. И показывают мне на горизонт, и я вижу действительно вдали-вдали какой-то свет. Это не закат, не восход. Это город светится. А что он светится? Огни большого города светятся. А ведь Иисус писал тогда, когда не было ни Чубайса, ни лампочки Ильича. Как же город виден на горе? Как? Каким образом? Города были видны издали. Кто знает? Что вы так думаете, смотрите на меня? Какие фонари во времена Христа? Фонари. Ну, и свечи не были видны тогда. Это факелажи были, да? Костры, факела, все. То есть, это все связано было с огнем. И Писание говорит про свечу. Не светить свеча своим светом. Это идет речь, опять же, про огонь. Поэтому, когда говорится, вы свет мира, это не мы свет мира, это некий огонь, когда приходит в нашу жизнь, тогда мы светим. Тогда церковь светит. Тогда что-то меняется. Сами по себе, с христианским мировоззрением, мышлением, некой христианской культурой, прошлым. Да мы не светимся. Посмотрите на Европу, как она светится в кавычках уже ныне. Она скорее тлеет, чем светит. Хотя много и осталось. Эти храмы, которые стоят, эта культура, эти картины, эти изображения, но уже нету той силы, которая была. Имеет вид благочестия, силы уже нет. Так в чем же дело? А дело в том, что вот это пламень, это не наш пламень. Это огонь, это не наш огонь. Это Божий огонь. Но когда мы говорим о Божьем огне, всегда, и мы много мест найдем, к примеру, в послании евреям сказано, цитата из Псалтеря, об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духом, и служителями своими. Что? Кто помнит пламенеющий огонь. Поэтому об огне Божьем говорится очень много. Вопрос стоит в другом. Что у нас, читая Писание, есть всегда возможность уходить в ту или иную крайность, обращать внимание на какую-то одну сторону медали и опускать другие значимые вещи. И из-за этого часто в церквях или, скажем так, в теле Христовом образуются всякого рода крайности. Мы начинаем думать, почему так, или из-за чего это. Если мы посмотрим целостно и комплексно, мы можем быть, по крайней мере, персонально защищены. Так, чтобы все равно, независимо от разного рода ветров учения, оставаться в Божьем присутствии, оставаться в Божьем огне и следовать за Христом. Итак, я хотел бы несколько вещей сказать, какие мы можем увидеть в Писании касательного Божьего огня и как пламенеть духом. Хотите или нет? Или когда-нибудь, когда в следующий раз у меня не получится улететь. Первая вещь, о которой я хотел бы быстренько сказать. Первая вещь. Одного, если вы помечаете в конспекты, я вижу, некоторые это делают, это очень хорошо, пометьте себе. Одного огня недостаточно, но без огня невозможно. Вот это две крайности, которые часто у людей, у христиан, оказываются в жизни и из-за этого они попадают всякого рода переделки. Одни говорят так, что я сам справлюсь, я верю в Бога, у меня есть силы, я верю, и по крайней мере, все возможно тому, кто верит. Извините, мы не все могущие. Хотя и сказано, все могу укрепляй, же меня Иисусе Христе, но там не сказано, я все могу. Там написано, я когда все могу? В укрепляющем меня Иисусе Христе. Слово укрепляющем, оно уже говорит о моей слабости. Если я все могу, что же меня укреплять? Но я не все могу, я только тогда могу, когда я в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому нельзя сказать, что мы все можем, нам не нужен Божий огонь, нам Божий огонь необходим. Сами мы любить не можем. Вот честно. Вы же помните, мы одних любим, других терпеть не можем. Как можно любить людей? Как можно любить тех, кто нас не любит? Иисус сказал, любите ненавидящих вас. Как? Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, говорит послание Римлянам 5 глава. Сами мы не можем терпеть, мы же терпеть уже не можем. Как мы можем терпеть? Господи, дай терпение, и побыстрее уже терпеть не могу. Как? Как мы можем? Когда Бог дает силы, просто приходит Божья благодать. И тогда мы можем стоять и терпеть, и у нас хватит сил. Божьей силой мы можем терпеть, мы можем любить. Когда Он дает мудрость, а сами мы такие глупости делали. И что, это связано как-то со знаниями, с разумом? Можно подумать, академики и профессоры не делали никакие глупости. Да нет, есть люди очень разумные, очень интеллигентные, начитанные, и такие глупости делают. Почему? А потому что мудрость не связана со знаниями. Потому что мудрость – это нечто еще более глубокое. Можно иметь знания, очень большие, энциклопедические, и быть глупым человеком. Умным, глупым человеком. Но мудрым и глупым быть невозможно. Одного огня при этом недостаточно. Другая крайность, в которую христиане впадают, они думают, что да, без огня невозможно, да, мне нужен Бог, да, мне нужен, но это все, что мне нужно, Господь, дай мне огонь. И масса христиан сегодня, особенно это популярно, они думают, что если пришел Дух Святой, все, больше мне ничего не нужно, Дух Святой, приди, если ты придешь, все, теперь мне вообще ничего не нужно. И у нас появляется мышление, что если Господь коснется, если придет помазание, то это помазание все вопросы решит. И христиане скатываются в крайность, когда для них самым главным становится пережить Божье присутствие, пережить Божье помазание, ощущать, пребывать. И это хорошо, но это не все по одной простой причине, что этого недостаточно. Писание свидетельствует об этом. Давайте откроем быстренько Деяние апостола, 18 главу. Я из Ветхого Завета мог бы напомнить историю, к примеру, история с Самсоном, который действовал в Духе Святом, но поступал по плоти. Он пребывал в Божьем помазании, но с характером у него были проблемы, так или нет? Саул, помните, про него сказано, неужели Саул во пророках? Он, оказавшись сонами пророков, он оказался в Божьем присутствии и даже пророчествовал. И люди, зная Саула, говорили, а-а-а, неужели Саул во пророках? Потому что он, хотя оказался в Божьем присутствии, в другое время он был полон зависти, страха, он ненавидел, он ревновал, у него было много нехороших вещей в его характере, и получается, ему нужно было переживать, а потом что? А потом он поступал нечестиво. Посмотрите, что говорит Новый Завет, 18 глава книги, послание, Деяния апостолов. Описывается история про Аполлоса. Библия говорит, некто иудеи именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. И вот, говорится о нем, он был наставлен в начатках пути Господня. В чем был наставлен? В начатках. И когда говорится про путь Господень, явно это не о дороге идет речь, не то, что он знал дорогу до Рима или дорогу до Иерусалима. Он был наставлен в начатках пути Господня в смысле, в христианском, скажем так, в библейском учении. Я не могу сказать христианском по следующей причине, сейчас объясню почему. Но, скажем так, он понимал немного правильно учение. И как жить правильно? Понимал. Но это он не все понимал, а начатки. Вот что говорит Библия. И дальше сказано. Говорил и учил о Господе. Смотрите. И, далее. Горя духом. Можете вывести это место Писания. Хороший стих. 25, простите. Это 18-25. И, горя духом. Так он горел духом или не горел? Он горел духом или не горел? Горел. Смотрите. Говорил и учил о Господе правильно. Знает только крещение Иоанна. Получается, а в то время было очень много последователей Иоанна Крестителя. Они говорили о том, что надо каяться. Они говорили о том, что приблизилось Царствие Божие. Они говорили о том, что надо менять стиль жизни. Что надо приготовить пути Господу. Сделать стези приема. Они были готовы принять Христа, но Христа не знали. Таких было много. Через главу мы еще сможем встретить историю про таких же. И вот Аполлос был из этих. Он знал о учении Иоанна. Он правильно говорил о Боге. О Боге. Правильно. Но про Христа Иисуса он не знал. Поэтому можно ли сказать, что он лгал и говорил еретические учения? Нет, нельзя. Потому как он был как бы... Это же Божье было движение. Работа, которая была совершена через Иоанна Крестителя, это не была ересь. Это была Божья работа. Но это было начало. Это стартовая площадка была. Поэтому правильно говорится, что он горел духом. Но он недостаточно знал. И вот Писание говорит после, что он начал смело говорить в синагоге, услышавшие его, Акил и Прескилла приняли его. И что говорится в Библии? Как у вас написано? И точнее. Вам хорошо смотреть, видите, на экран. Даже в Библию не надо смотреть. Потом запомните только экран. И будете когда вспоминать место Писания, где же написано? Сразу на телевизор. Где же написано-то? Приучайтесь открывать и так же Писание. И точнее объяснили ему путь Господен. Получается, он горел духом или не горел? Но не совсем точно понимал путь Господен. Так или нет? Да, он знал начатки, но не все. Поймите, что когда мы горим духом, это не гарантирует доктринальную здравость. Согласно этому местописанию. Получается, человек может гореть духом, но не быть доктринально здравым. Он может что-то не знать, что-то недопонимать. И при этом это не означает, что он не любит Бога. Он любит Бога. Он горит по Богу. Он следует за Христом, но не понимает всего. Может такое быть или нет? Я помню, в советские времена, когда были гонения, трудные времена, не хватало Библии. Сергей Васильевич лучше, чем я, может рассказать все эти истории. А я только понаслышке. Я веровал в начале 89-го года. Фактически это конец того периода. Но я застал братьев, которые все это прошли и рассказывали. Так вот, в одной церкви была история потрясающая, как один брат. Он проповедовал проповедь о христианской семье и вдохновлял народ Божий, чтобы я и дом мой служили Господу. И местописание он даже нашел, как основание, чтобы ободрить народ. Он сказал, что вот пример христианской семьи. Это апостол Павел, его жена Сила и их сынок Тимофей. Они всем домом служили Господу. И те, которые не поняли юмора, я объясню. Все эти трое мужики. И причем это никак не связано с Голландией и современными решениями Евросоюза и ООН. Они никаких отношений семейных вообще не имели. Вообще. Это были просто апостол Павел. Сила, это мужское имя просто. Другое, сотрудник. Ну, а Тимофей, он не... Ну, если и назвать его сыном только духовным, это ученик апостола Павла. Ну, кто бы знал. Библии-то мало было. Не было же никаких образовательных, учебных заведений библейских. И поэтому, ну, вот брат один так понял, что вот Павел и Сила ходили, вот и Тимофей с ними. Но знаете ли, как коснулась проповедь. Люди обратились к Господу. Некоторые решили жить свято. Кто-то уверовал. Это было так здорово. Бог действовал. Так что, знаете ли, одного огня недостаточно. Без огня невозможно. Нужен ли огонь Божий? Нужен ли? Да, нужен. Но значит ли это, что все остальное не нужно? И главное быть исполненным. А я вот говорю на иных языках. А я вот исполнен. А я чувствую, Бог рядом. У тебя будут другие времена, когда ты не будешь чувствовать, что Бог рядом. И как ты тогда будешь действовать? Как ты тогда будешь поступать? Бывает момент, мы в воскресном собрании, мы переживаем Божье присутствие. Но потом наступает другой день, когда ты в понедельник, и у тебя плохой день, и ты выпал в пробку, которая была 3 часа, опоздал на работу, начальник разозлился, тебя уволил. Ты говоришь, ну это пробка. А он говорит, а мне плевать, потому что ты знал, что понедельник, что всегда пробки, и ты оказываешься без денег, и вдруг тебе предъявляют большой счет, и в этот момент соседи тебя залили, и в этот момент у тебя, ты находишь под диваном дневник своего дочери или сына, и там написано, явиться в школу срочной, все красным, а он спрятан, он умер, этот дневник под диваном где-то. И в этот момент тебе становится плохо с сердцем, и потом ты говоришь, какой несчастный, какая у меня жизнь разбитая, и ты в этот момент не чувствуешь никакого помазания, у тебя нету никакого подъема. Как ты тогда будешь себя вести? Ты пойдешь, напьешься с горя, ты будешь материть все и вся, или ты останешься стабильным? Произошло чудо, и Бог сохранил, ты говоришь, слава Богу, а не произошло чудо. Как ты тогда себя поведешь? Одного огня недостаточно. Ясно я выразил мысль или нет? Второе. Огонь бывает разный. Гореть может не только дух. Это вторая вещь, которую очень важно понимать. Потому как для нас, когда мы говорим о Божьем огне, для нас все, что горит, это уже огонь, и все, что блестит, это золото. Но не все, что блестит золото, и не все, что горит Божий огонь. К примеру, у Якова сказано, язык огонь. Прекраса неправды. Находясь в таком положении, он оскверняет все тело, воспаляет круг жизни, и будучи сам воспаляем от гиены. И это явно не про дух Божий говорится, когда написано, что он огонь. У некоторых язык, как просто вентилятор. Я сталкивался со служителями, со служителями, которые приходили и говорили, о, есть один новообращенный. Это просто будущий проповедник. Он такой горячий. И да ты что, как он горячий? А он такой, он прямо, он говорит, он рассказывает. И я вдруг обнаруживал, что для некоторых служителей, то, что человек говорит, это является, ну, не в смысле говорит, все мы говорим, но говорит импульсивно и много. Это значит, он горячий. А это совсем ничего не значит. Ну, он будущий проповедник, он как мы собираемся дома, за столом, он говорит, 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 говорит. Я говорю, это ничего не значит. Более того, если он будущий проповедник, первое, что ему надо научиться, это слушать и только потом говорить. А может быть, он будущий еретик, а может быть, он нынешний клеветник или сплетник, то, что он говорит, ведь это же можно и в ту, и в другую сторону. Ну, для нас, если человек такой, знаете, если человек такой спокойный, слава Господу, как бы он не горячий, а если такой, халлелуя, амэн, братья, слава Господу, вы говорите, такой брат горячий. Да или нет? Ну, как мы поняли, мы называем его темпераментность, что он горячий. Но это темпераментность. Например, я когда был однажды, служил в Южной Африке, я оказался на конференции, и там было прославление. И когда это было прославление, знаете ли, я себя почувствовал отступником со своими хлопаниями и подпрыгиваниями. Потому что народ, который там танцевал перед Богом, он танцевал настолько экспрессивно, они выделывали какие-то такие движения ногами, у них у многих были свистки во рту, они свистели, что-то там вот так. Специальные барабаны были, у кого-то флаги, они, женщины, у которых на голове намотано что-то было, такой тряпка, и такой вот большой у них такие бедра и бюсты, они вот так двигались, как я без всего этого так не могу. Они так скакали-то. Я потом записал на видео, я попробовал дома вот это все делать. Я сказал, да нет, у меня не получилось, не получилось у меня. И я сказал, какие они горячие, все, кто из Африки приезжает, они какие горячие. У меня друг потом, через много лет оказался тоже в Африке там, и у него другая была ситуация, похлеще моей. Он стоял в Макдональдс-ресторане, две очереди, и когда он стоял в Макдональдсе, кто-то, пока ждал свой заказ, начал вот так вот стучать пальцами по прилавку. И вдруг вся очередь. И вдруг, он говорит, я почувствовал себя, как будто я в индийском фильме оказался. Он говорит, вся очередь вдруг начинает петь, представьте. Причем это произошло вот так одновременно. Вот это было как включение, они как включили друг друга. И вдруг все, и начинают двигаться как-то. Он говорит, те, которые обслуживающий персонал, они с подносами, вот пританцовывая, менеджер там начинает. Он говорит, я просто, он еще один брат были из СНГ, они говорят, мы в таком шоке, мы просто стоим, мы не знаем, как себя вести, они все танцуют, скачут, руками двигают. И потом, он говорит, я так же не понял, как это все началось, так же и прекратилось. Раз! И все опять стоят. Он говорит, ощущение нереальное, как будто мы в скрытый камеру, знаете, из шоу попали. А это вот то. И он говорит, такие горячие люди, вообще. И я потом подумал, но, есть некое экспрессивно, там же солнце сколько, кровь горячая, она по всему телу, пульсирует ритмично, и, конечно, хочется танцевать. А, может быть, там в очереди, один был христианин, другой вообще отступник, блудник, может быть, рядом был вождь, который исповедует религию вуду, и колдун какой-то, кто-то коммунист из Мозамбика приехал, и у него здесь автомат Калашникова, он получит сейчас свой гамбургер и пойдет революцию делать, кто-то еще, анимист поклоняется каким-то животным там в лесу, но все такие горячие. Значит ли, означает ли это, что они все исполнены духом? Нет, это больше связано с их темпераментностью, с их горячностью. Это мы можем представить в Африке, но я не могу себе представить Макдональдс в Финляндии, в Хельсинки, когда стоит группа, и вдруг, это нельзя себе представить. Я недавно был в Скандинавии, мы живой шли, и нужно было с одного как бы части здания пройти в другой. Там впереди нас шла пара, разговаривали люди. У нас, знаете, было ощущение, вот как будто мы в замедленном фильме каком-то. Они идут вот так вот и разговаривают, на своем языке разговаривают. и сзади мы уже хотим, знаете, вот как-то и как они-то не останавливаются, то есть они идут. Но я думаю, ну так же не ходят. Это такое ощущение, как если кто-то из Москвы в деревню попал впервые, кто вырос в метро и потом оказался где-нибудь в Сибири или в Азии, в Азии у нас, где сначала надо чай попить, а потом дела делать. Чай не пьешь, откуда силы берешь. Чай пьешь, далеко видишь, дойти не можешь. И я думаю, ну как же так, что же такие вот люди. Это я видел, как они разговаривают тихо и спокойно в Финляндии или Скандинавии, на севере, «А что вы на меня кричите?» А кто-то стоит в двух метрах, а я не кричу на вас, просто вы слишком близко стали ко мне. И ты сможешь, какой конфликт, ведь почти подерутся сейчас. А они в истерике уже. А я с вами не согласен, извините меня. И думаешь, холодные люди, но они не холодные, это темперамент, это не связано с огнем. Поймите, мы не можем думать так, что если мы говорим про человека, христианина горячего, то он должен быть такой импульсивный, говорить, «Алалуя». Нет. Есть люди, которые очень спокойны, флегматики, программист какой-нибудь, или бухгалтер, сидит с калькулятором. Я не хотел бы в церкви иметь такой бухгалтер, который подкидывает бумаги, там отъезжает на своем кресле, крутит калькулятором и кричит, «Алалуя! Я чувствую в духе, здесь нужно такую цифру поставить, а вот здесь такую, о, слава Богу!» Боже мой, она развалит всю организацию. Сидит спокойно человек, работает на компьютере, слава Господу! И может быть, это человек горячий, но нетемпераментный, и мы не должны менять это одно с другим. Мы с легкостью можем ошибиться, когда воспринимаем одно как другое. Поймите, огонь бывает разный. В Писании, говорится в книге Левит, 10 глава, 1 стих, «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодельницу и положили в них огня, Писание говорит, положили в них огня и вложили в него курень и принесли перед Господа огонь, какой? Чуждый, которого он не велел им». Для нас, какая разница, огонь не огонь, в храм понесли, горит, горит все, а для Бога не так. Не важно, что горит, важно, что за огонь. Они, возможно, пошли, где-то набрали угольков, там в капище, где приносили жертвы каким-то идолам, говорят, ну смотри, хорошо горит, давай отнесем в храм и пали мертвыми. Бог сказал, это другой огонь, мне нужен мой огонь. Так и здесь, когда мы говорим об огне Духа Святого, говорится не об огне, а об огне Духа Святого. Если говорится Духом Пламенете, это не то пламя, о котором говорилось вместо сердца пламенный мотор. Это не пламя в смысле пылкости сердца. У нас был в церкви один парень, который такой был пылкий, как весна, он все время чувствует, что ему хочется любить сестер всех, он так нравится. Он говорит, так много девушек хороших. У него, что не сон, так приснилась тая. Он говорит, Бог мне сказал. Другая ночь, Бог мне сказал. Другая снится. И он не может понять, как же Бог мне то одну показывает ночью, то другую ночью показывает. Что же полигомия, какая должна быть, что ли? Я говорю, нет, это не Бог, это март на дворе. Коты орут, гормоны в голову бьют. Писание говорит, как при множестве забот бывает множество снов, так голос глупого познается при множестве слов. Пылкость вот такая, это никак не связано с огнем Духа Святого. Бывает горячность. Человек говорит, я сейчас сделаю, я сейчас отомщу. В Библии говорится про горячность, к примеру, в книге Второзакония 19.6 сказано, дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцей и не настиг его, поэтому нужно было делать города убежища. Ну, там слово, дабы мститель за кровь в горячности сердца своего. У вас было когда-нибудь такое состояние, что в горячности вы что-то сделали, и кажется, я прав, но чуть-чуть поубыли эмоции, немножечко поубавились, и потом ты осмысливаешь свои действия и видишь, зачем я это сделал. Так никогда не будет, когда мы в огне Духа Святого, потому что это не связано с нашей эмоциональностью. Огонь Духа Святого, он, конечно, может влиять на эмоциональность. Бывает, что люди в присутствии Божьем плачут или в присутствии Божьем радуются, но это совсем не обязательное требование. Бывает, когда Бог действует, и у нас никаких эмоций нету, вспомните хотя бы 21-й Псалом, когда псалмопевец говорит, Боже мой, и потом Иисус цитирует это на кресте, Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? И весь Псалом 21-й, это вопль отчаяния, он говорит, на кого? На кого? Я родился тут робы, ну вот, а матери у меня упование, но не все оставили меня. Тучные эти тельцы воссанские обступили меня, одежды мои бросают жребий, прозили руки мои, ноги мои. Псалмопевец говорит, Псалмопевец говорит, 21-й Псалом за сотни лет до Христа, что это? Уже он говорит, пророчество. У Петра сказано, что никакое пророчество не может быть разрешено, само собой, ибо его произрекали мужи Божьи, будучи движимы Духом Святым. В другом сказанном месте все писание Бога духновенно. Это пророчество, это Дух Божий говорит. А что чувствует при этом Псалмопевец? Он чувствует, что Бог его оставил. Он чувствует абсолютную разбитость. И в этом состоянии разбитости и опустошенности он пророчествует. А внутри как бы тишина. К чему я это говорю? Эмоциональность это не равно с присутствием Божьим. Это может быть. Сегодня больше и больше появляется движений, которые ищут переживания, что мы должны почувствовать Дух Святой. И мы можем почувствовать, но это не обязательное требование. Мы можем и не почувствовать. Понимаете, мысль. Мы не можем это поставить через знак равной. Тогда мы будем думать об огне, как о некоем эмоциональном подъеме. Но если мы были в Духе, мы можем сказать что-то правильное и сделать правильное действие. И проходят годы. И мы думаем, почему я это сделал? И мы говорим, вау, я это правильно сделал. Мы не будем жалеть об этом, так как если бы мы это делали в эмоциональном состоянии или в каком-то состоянии горячности, или другой пример. К примеру, было время, когда такая была популярная компания. Многие люди пошли трудиться, не покладая рук, давая свои деньги в разные структуры по типу «Хопер Инвест!» Отличная компания для двоих. Или же «МММ», или же другие пирамиды. Люди вкладывали деньги. И знаете ли парадокс? На Украине недавно были всякие «Кингс Кейпитал» и все остальное. И парадокс. Потом, когда проходит время, и люди вдруг понимают, что их нагрели, их обманули, у них как прозрение. Они говорят, это же нереальные проценты. А на основании, у них здравость приходит. А почему в тот момент нету здравости? А знаете почему? Потому что есть некая возбужденность ума. Есть некая воспаленность ума. У вас было когда-нибудь такое состояние, что приходит, так называют в народе, идея фикс. Все. Я решил. Я все понял. Я сделаю это, сделаю это, продам квартиру, ввожу все деньги, крутану, достам все деньги, потом еще гигантские проценты будут опять. Куплю квартиру, деньги мне будут крутиться, я буду получать много денег и ничего не делать. Я буду богатый. И все говорят, ээээ, ты куда делаешь? Ты что делаешь? Ты подумай, ты посмотри. Я все знаю, вы мне просто завидуете, ничего мне не говорите, отстаньте от меня. Вы, вы просто не верите, а я верю, вы мне не верите, вы Богу не доверяете. Вы сталкивались с такими людьми, которые глухие и слепые, ты ему говоришь, а он тебя не слушает. Идет просто как в волну бой, делает глупость. И потом, когда вдруг понимает, что сделал глупость, говорит, а что вы мне ничего не сказали? Знакомая ситуация? А что с ним было? Разум воспаленный. Так получается, воспаленный разум это не огонь, а хотя ощущение такое, спишь, ложишься с этой мыслью, встаешь с этой мыслью, у тебя как будто внутри какое-то второе дыхание, все время хочется это достичь и сделать. Ты говоришь, я многим говорю, которые в таком состоянии, чуть-чуть возьми время, потому что то растение, которое не от Отца Небесного, оно искоренится. Если пройдет время, и вдруг это в тебе гаснет, хороший вопрос, почему? Потому что если это от Бога, оно будет у тебя внутри, оно будет испытано временем. Это не просто азарт, это не просто воспаленный ум, это гораздо более глубокое, оно подвергается испытанию, оно проходит проверку критикой, оно проходит проверку разного рода осмыслением, и все остается на своем месте. Библия говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. В Библии сказано также в притчах 26-23, что нечистым золотом обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста, пламенные уста и сердце злобное. Пламенность речи является ли признаком огня Божьего? Нет. А знаете ли, я столько раз сталкивался, когда люди слушают проповедь, говорят, слушай, ну так классно, вот так вот здраво, так не здраво, так сильно, так огненно, это не может быть не Бог. Послушайте, Арий, тот самый, в честь кого была названа эта ересь, арианство, он был огненный и очень популярный проповедник того времени. Но он был неправдоктринально, но люди заслушивались им. К примеру, 20-й век знает много ораторов, потому что уже многие речи были записаны. Один из них, вы его прекрасно многие старшие поколения помните, когда он говорил и заканчивал свою речь, просто народ начинал аплодировать от радости, что речь закончилась. Когда он говорил, все спали, но когда заканчивал речь, бурные, непрекращающиеся овации. Леонид Ильич Брежнев. Он никакой не был не оратор. Он бурчал себе что-то под нос, его было предельно неинтересно слушать, но он ангелок по сравнению с другим человеком, который когда говорил, толпа людей внимала ему не просто умом, а сердцем. Она сливалась в этом экстатическом единении с его речами и начинали веровать все, что он говорил, и начинали быть готовыми действовать то, что он говорил. Адольф Гитлер. И мы знаем плоды этих речей, миллионы, миллионы жертв. Огненность речи – это не признак. Есть еще другие моменты, по которым мы проверяем. Пламенную ста и сердце злобную. Помните, огонь бывает разный. Мы не можем по разного рода отдельным внешним признакам определить, ой, это Божий огонь. Третья вещь. Третья вещь. Огонь следует поддерживать непрестанно. Огонь следует поддерживать непрестанно. Знаете, есть христиане, которые говорят, я ради Господа готов сгореть. Я все время их успокаиваю, говорю, не надо сгорать. Гори, гори, моя звезда, и не сгорай. Нам не надо метеориты, которые вспыхнут, и нет его. Я подумаю, что это за запах такой, копоть такая. Люди говорят, а это брат наш. Он раньше горел, сейчас уже коптит, дымит. А что это за кучка пепла? А, это сестра, она еще раньше горела, уже даже не коптит. И встречаешься так вот с теми, которые раньше горели, потом отступили, и они встречают новообращенных в церкви. Говорят, что ты из церкви? Да, из церкви, слава Богу, горишь. Я тоже горел. Ну, ничего, ты молодой еще. Недавно веровал? Да. Понятно. Ну, все понятно. Ничего, походи с мое, и ты станешь, как я. Ты все поймешь, что не все так просто. Тебя там, конечно же, знаешь ли, зомбируют. И ты думаешь, вот это как бы получается, это как бы предначертано, когда ты новообращенный, ты горишь, а потом, нет, это глупость, это отступничество. Я знаю людей, которые годы идут за Христом, и горят. Годы. И горят. Лестер Саммерл до смерти своей просто был полон огня. Один Луисков. Пастор ваш, ему не 20 лет. Отец его горит. Я смотрел вчера видео человеку за 80 и полон огня. Аллилуйя. И смотришь на этих, кого там 30 лет или 40, он, я уже все, все понял. Я думаю, такой умный, потому что столько христиан всю жизнь прожили и остались верны Господу. А этот вот столько прожил, и все он понял такой. А в чем проблема? А знаете ли, Господь говорил через несгораемый куст, который горел, и что? Не сгорал. А в храме, вы помните, был светильник, который горел все время, непрестанно. Но вот в чем секрет. Почему он горел непрестанно в храме? Туда подливали масло. Он не сам по себе все время непрестанно горел. Богу не надо что-то, чтобы возогревало его. Он огонь поедающий. Так что куст мог сам гореть. Но вот в храме нужно было поддерживать этот огонь. И священники приходили и подливали туда масло. Помните историю про пять мудрых и пять неразумных дев? У одних погасли светильники, у других тоже погасли. Но они добавили масло, которое взяли в запасе, и поправили светильнички, и они опять горели. Так получается, секрет несгораемости не в том, что кто-то так особо зажегся на конференции какой-то, что теперь никогда не потухнет. Нет. Любой из нас может три секунды потухнуть. Любой. Давайте быть честными. В нашем естестве нет того, что будет естественно поддерживать огонь. В нас наоборот есть этот закон энтропии, который естественно все глушит. Греховная природа, человеческая лень, всякого рода привычки есть то, что в нас глушит. Поэтому Петр говорит, я напоминанием возбуждаю в вас здравый смысл. Павел говорит, он говорит, разогревай тот дар, который в тебе через мое рукоположение. Чайник, который стоит на столе, он стынет. Но чтобы был горячий он, что нужно делать? Ставить на огонь. Нужен внешний источник, который все время подогревает. Точно так же, если мы говорим о том, что нам надо гореть и не сгорать, это не то, что я был на конференции и теперь все у меня будет хорошо. Отстаньте от меня. Ты загорелся и ты потухнешь. Что нужно делать? Постоянно возжигаться. Что возжигает нас, когда мы общаемся с Богом? Это разжигает наш дух. Мы в Божьем присутствии, мы молимся, и это как-то воздействует на нас. Святая жизнь устраняет все, что тушит пламя Божьего огня. Когда мы в Слове Божьем пребываем, Писание говорит, Псалм 28, 7 стих, глаз Господа высекает пламень огня. Что за глаз Господа? Слово Божье. Ты читаешь, и ты не просто читаешь, или план чтения Библии 3 главы в день. Аминь. Фуф. Прочитал. Но ты сидишь и ты просто думаешь, Аллилуйя, все Иисус говорил при чьеме, и без причин говорил им. Почему, Господи, Аллилуйя? Ты просто думаешь о Слове, ты говоришь Слово, ты рассуждаешь, ты читаешь, ты говоришь это вслух, ты слушаешь, и Слово Божье воздействует на тебя. Слово Божье воссекает пламень огня. В молитве пламень огня. И когда мы вместе, мы как эти дрова, которые оказались рядом, растащи их, и они со временем что? Потухнут. Но если они вместе, одно тухнет, а другое его зажигает. Один упадет, а другой что? Поднимет товарища своего. И таким образом мы поддерживаем этот огонь. Огонь надо поддерживать. Сам по себе он не будет. Если ты думаешь, что-то у меня нет огня, есть причины. Это не Бог куда-то ушел. Знаете, я говорю, когда мир перевернулся, подумай, может быть, это тык вверх ногами. Если все стало плохо, во всей церкви нет любви, и я уже не понимаю эти проповеди. Уже какие-то другие проповеди. Вот раньше, в 90-е годы, какие были проповеди, а сейчас такие проповеди. И какие-то молитвы не те уже. И какая-то церковь уже не та. Значит, с тобой какие-то проблемы. Вот точно. Потому что не может же быть так, что все поменялись, и ты то один остался. Или тоже мне. И твоей души ищут. Праведник, цадок. Нет. Писание говорит о том, что мы нужны друг другу, и мы должны просто быть открытыми, чтобы Бог действовал в наших сердцах. Можно, чтобы кто-то клавишник был. И четвертая, последняя вещь. Четвертая и последняя вещь. Если горит дух, если мы горим духом, это зажигает все сферы нашей жизни. Поймите, когда мы говорим о зажигании сфер нашей жизни, это не тело наше. Я помню, как я уверовал, один брат находился, мы молились, и он что-то пережил. Он пережил какое-то особое состояние. Он почувствовал иглы в руках. И он говорит, у меня руки горят. И его следующая фраза была, быстрее подставляйте головы. Ну, пока не поздно. Знаете, я верю, что в первую очередь, когда мы говорим о том, что горит дух, и он затрагивает все сферы жизни, то в последнюю очередь это касается каких-то ощущений в нашем теле. В первую очередь это касается нашей внутренней жизни и нашего стиля жизни. Некоторые говорят, я горю духом, не надо по мне судить, у меня внутри огонь. Только его не видно. И для таких я рассказываю историю, помнится, как однажды шел по лесу в Сибири. Мороз, жуткий был мороз. Мне кажется, минус 30 было. И такая холодрыга. И мы видим вдруг старушка. Впереди старушка такая. Избушка. И оттуда дымок идет. Сразу видно, можно согреть. Мы забежали туда. Зашли двери двойные, тройные даже. Засовы. Как их вокруг окон ставят ставни. У нас нет такого. Так тепло у нас. Ставни. В общем, все такое. И холод собачий в этой избе. А внутри печь и в печи огонь. Я спрашиваю у хозяина, говорю, а почему здесь так холодно? Печь-то работает. Он говорит, ну огонь же в печи. Потому везде холодно. Я говорю, ну а чтобы в избе было тепло. Он говорит, тогда надо сжечь избу. Нет, такого не было. Я все выдумал. два, три. Это мне показывают уже, что надо заканчивать знаки. Так вот, я, конечно, эту историю выдумал, чтобы вы поняли, что это абсурдно, абсурдно, так быть не может, что печка горит, а мне говорят, пламя, потому ты не чувствуешь, что оно внутри печки. Так и некоторые. У меня внутри есть огонь, ты просто его не видишь, Бог видит. Нет, если есть огонь в печке, то и в избе будет тепло. Если внутри есть огонь, это будет как-то давать о себе знать. Как будет давать знать? Ну, по крайней мере, в нескольких сферах. Если мы полны огня Божьего, мы будем горячо молиться. Это будет влиять на нашу молитвенную жизнь. Мы не будем молиться. Аминь. Мы будем молиться горячо. Если мы горим, то мы будем горячо служить. Не так, что, знаете ли, что делать, но сделать, пожалуйста, ну, ладно, нате, только больше не беспокойте меня. Мы хотим служить, когда мы горим. Потому я говорил, духом пламените, Господу служите. Когда человек горит, он просто для него, это естество его служить. Когда человек горит, то есть, а ты сразу по признакам смотришь, горишь ты или не горишь. Или ты, у тебя печка, что внутри огонь есть, а как бы избуж надо сжечь тогда. Если мы горим, мы горячо даем. Мы горячо жертвуем. Мы не просто даем деньги, время или силы, энергию. Мы помните, расточил, раздал нищим. Правда, его пребывает век. Мы по-другому мыслим. Мы ревностны. не так, знаете, на тебе, Боже, что мне не гоже. Как помните эту историю, когда такие благодарные поросенок и курочка подумали, что мы можем сделать хозяину. Он так заботится нас, кормит, поет. И у курочки родилась идея. Она говорит, знаешь, давай мы вот что сделаем. Мы подарим нашему хозяину яичницу с беконом. Поросенок сказал, знаешь, что то, что для тебя приношение, для меня жертва. вот вот некоторые мыслят категории приношения. Вот, Боже, на тебе, вот время мое, вот я посетил тебя, уже радуйся, уже воскресенье, был раз в месяц, слава Богу, за меня. А некоторые просто вот жертва, себя готовы отдать. Это разное мышление. Когда человек горит, он горячо любит. Он не так любит, знаете ли, как открываешь журнал National Geographic и смотришь, как я люблю человечество. Эти народы, ох, как я их люблю. Соседей терпеть не могу, правда. родственников ненавижу просто, но человечество я люблю. Если ты горишь, то ты будешь способен любить тех, кто рядом с тобой. И наконец, если ты горишь, это будет очищать твою жизнь. Огонь очищает. Знаете, если ты не знаешь, где взять спирт, чтобы очистить какой-нибудь инструмент, достаточно засунуть скальпель, нож или иглу в огонь, и все будет уничтожено, все эти микробы. Огонь очищает. Когда человек в огне Божьем, ему неприятно тот грех, и это дурная привычка в собственной жизни, и он от этого пытается избавиться, он пытается как-то очистить свою жизнь. Почему? Потому что Божий огонь не дает ему покоя, пока он не оставит неправильное. Когда мы горим, мы начинаем жить святой жизнью. Вот это основные сдерживать. Итак, Писание говорит, в усердии не ослабевайте. Духом что? Пламенеть Господу. Давайте мы встанем Божьим присутствием. Аллелуйя! Продолжение следует...